На нефтебазе в Феодосии в аннексированном Крыму в результате удара украинской армии вспыхнул пожар. Данные о пострадавших разнятся. В так называемой администрации города утверждают, что пострадавших нет. В то время как телеграм-канал база со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате атаки ВСУ пострадали три человека. Российские издания со ссылкой на представителей экстренных служб пишут, что огонь охватил три емкости с нефтепродуктами. Взрывы в городе прогремели около 4.25 утра. После этого в районе терминала возникли огненное зарево и дым, рассказали местные жители. Из-за пожара движение по некоторым улицам прекратили. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, отметив, что эта нефтебаза используется в том числе для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ. Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала РФ продолжаются, заявили в Генштабе ВСУ. Попавшая под удар дронов нефтебаза в Феодосии, крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем ее резервуарных емкостей составляет 250 тысяч кубических метров. Всего на аннексированном России полуострове два таких терминала. Второй находится в Севастополе, отмечает Deutsche Welle. В марте украинские дроны уже атаковали этот объект. Тогда был поврежден магистральный трубопровод для перекачки топлива. Этот же терминал подвергался атакам в декабре и ноябре 2023 года. Как сообщает Министерство обороны России, в ночь на 7 октября российские силы ПВО сбили 21 дрон, в том числе 12 над Крымом. Об атаке дронов на феодосийскую нефтебазу в сводке ведомства не говорится.